Из окна общежития Белгута выпал студент. Гомельскую многоэтажку атакуют блохи. Ну и насколько вырастут зарплаты в следующем году? 25 октября на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Из окна третьего этажа гомельского общежития Белгута выпал студент. Это произошло вчера в районе 7 вечера. Об этом сильным новостям рассказали очевидцы. Как сообщают подписчики сильных новостей, ЧП произошло по улице Красноармейской. Возможно, парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил серьезные травмы, но остался жив и госпитализирован в областную клиническую больницу. Сейчас молодой человек находится в реанимации. По данному факту проводится проверка. Ну а парню выздоровление. Гомельскую многоэтажку атакуют блохи. Букашки терроризируют жильцов даже на пятых-шестых этажах. В редакцию сильных новостей обратилась жительница дома 15 на улице Телегина. В подвале их дома уже много лет течет канализация. Из-за этого развелись блохи и тараканы. Прыгучие паразиты добрались уже до пятых-шестых этажей. От них нет жизни ни взрослым, ни детям. У меня покусаны все дети, я искусана. Мною проводится дезинфекция уже три недели различными средствами, которые не помогают. ЖУ ничего не делает. Женщина написала заявку в 115 по устранению течи. Они пишут, что устранили, ее провели дезинфекцию. Выход из этой ситуации они видят один. А заменить в подвале трубы, которые, к слову, есть. Почистить его полностью от пила, которыми ЖУ засыпает течь, а потом провести дезинфекцию. Как всегда, актуальная тема для жителей нашей страны. Насколько у беларуса вырастет зарплата в следующем году? Итак, в 2024-м рост реальной заработной платы запланирован на уровне 3,9%. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В денежном выражении начисленная среднемесячная зарплата в следующем году составит 2087 рублей. Что касается бюджетного сектора, то здесь цифры будут ниже. 1634 рубля. Сколько денег в Беларуси можно одолжить без расписки? И когда она нужна? Рассказываю. Физлица могут давать в долг крупные суммы под расписку, а также по устной договоренности, рассказала нотариус Ольга Черняк. Суммы меньше 10 базовых, а это 370 рублей, можно одолжить и без расписки. Суммы больше 10 базовых тоже можно одаживать без расписки, но нотариусы советуют заверять такие сделки письменно. В документе можно прописать проценты долга, залог имущества и штрафные санкции на случай, если деньги не вернут вовремя. Если должник не торопится платить по счетам, наличие заверенной расписки ускоряет возможность взыскать долг через суд. В Беларуси может появиться больше филиалов российских вузов. Об этом сообщил посол России в Беларуси Борис Грызлов. И в России в Беларуси есть вузы, в том числе в направлении промышленности и технологического сувенеритета. Россия дает возможность белорусским студентам обучаться в рамках правительственной квоты. Это бесплатное обучение. В этом году было предоставлено чуть больше тысячи мест. Также учатся и россияне в белорусских вузах. А еще Грызлов рассказал, что в нашей стране создана атомная отрасль. А в институте МИФИ как раз готовят специалистов-ядерщиков. Потому доступ к обучению этой профессии должны иметь и белорусы. Знакомьтесь, огарь. А в Гомеле заметили птицу, которую в Беларуси можно увидеть крайне редко. Да и то, если повезет. Этот короткий ролик был снят на улице Огаренко на каскаде озер Волотове. Сильные новости выяснили, что это огарь, которого еще называют красной уткой. И в Беларусь такие птицы залетают довольно редко. Да и то, скорее случайно, чем целенаправленно. Время от времени огарь фиксируют в разных областях страны. Но это происходит очень редко. Если раньше огарь считался любителем открытых мелководных водоемов южных степей и полупустынь от Болгарии до Монголии, то сейчас территория обитания красной утки расширилась на север. Птица приспосабливается к более холодным широтам. В чем ей помогают изменения климата. Видимо, поэтому огаря и занесло в наш гомель. А вот и жесткие новости. Сельчанину не понравилось, что посторонние люди собирают возле его забора грибы. Один из любителей тихой охоты получил удар ножом в живот. Жителю Солигорского района пришлось не по душе, что односельчане собирают грибы прямо возле его забора. Мужчина высказал грибникам все, что о них думал, но те не собирались уходить и продолжили тихую охоту. Когда конфликт дошел до предела, хозяин вооружился пневматическим пистолетом и ножом. В полуборьбе мужчина ударил брата одного из грибников ножом в живот. Чуть позже жителя Солигорского района обезоружили. Сейчас мужчина проходит по уголовному делу о причинении тяжкого телесного повреждения. Пострадавшему врачи сделали операцию. Настолько серьезной оказалось рано. Избил. Еще живого поджога после пытался спрятать труп. Появились подробности жестокого убийства в Мстиславле. В местную милицию 18 октября с повинной явился 25-летний местный житель. Он рассказал милиционерам, что убил человека, а точнее знакомого, который пришел к нему в гости. Что же произошло? К мужчине пришел товарищ, с которым они сели за стол, чтобы выпить. В процессе застолья хозяину дома показалось, что гость нелестно выразился о его матери. Тогда он избил товарища, а потом облил жидкостью для заправки бензокосы и поджег. Мужчина получил сильные ожоги, но был еще жив. Поняв, что избитый находится в плачевном состоянии, хозяин дома позвал соседа и рассказал ему о случившемся. Пока все обсуждали, гость скончался. Через сутки убийца вернулся домой и решил избавиться от трупа. Он хотел закопать его в своем погребе, вырыл яму и позвал соседа, чтобы тот помог спустить тело. Однако сосед отказался помогать. Позвонил матери мужчины и попросил ее срочно приехать. Когда женщина прибыла к сыну, то ужаснулась от увиденного, но сумела уговорить своего сына пойти в милицию с повинной. Теперь на задержанного завели уголовку за убийство с особой жестокостью. Ранее, кстати, он был уже неоднократно судим. К мировым новостям. В Китае спасли около тысячи кошек. Животных хотели отправить на убой и продавать под видом свинины и баранины. Животных перевозили члены банды, которые обманным путем продавали кошачье мясо под видом свинины или баранины. Без вмешательства полиции кошек, скорее всего, забили и отправили на юг, где их мясо подавали бы под видом шашлыков, а также колбас, пишет CNN. Животных помогли спасти зоозащитники, которые заметили возле кладбища деревянные ящики с кошками. В течение шести дней неравнодушные люди наблюдали за этим местом, а когда увидели, приехавший за товаром грузовик, вызвали полицию. Отмечается, что это не первый подобный случай в Китае. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.